Добрый день любители вкусно поесть! Сегодня мы будем делать бастерму из птицы. Нам понадобится филе индюка, несколько штук и куриное филе, а также соль абсолютно любая и смесь приправ, о которой я расскажу вам позже. В данном этапе нам нужно будет разделать филе индюка на более удобные куски и засолить. Я смотрел очень много разных вариантов рецептов в интернете и очень многие из них попробовал. Соответственно выбрал те условия приготовления, которые мне больше всего понравились, учелся плюсы и минусы и оптимизировал рецепт так как нравится мне и как нравится большинству моих друзей и знакомых. Это будет одинаково все засолено, но просушено, повешено сушить на три дня. Одна часть и вторая часть где-то на 6-7 дней для того, чтобы получить два разных варианта. Один вариант у нас это будет три дня просушки, это будет более мягкая, нежная и сочная бастурма. Я режу вот на такие куски плюс-минус, чтобы было удобно потом нарезать и как бы хранить. Не нужно было в случае, если тебе нужно нарезать небольшое количество, не нужно брать огромный кусок, распаковывать, резать, запаковывать обратно и тому подобное. Второй вариант будет где-то неделя просушки. В таком случае мясо получается более высушенное, более, я бы сказал, такой вариант наверно под пиво. Но он не будет соленый, ни один, ни второй. Он будет максимально не соленый, потому что соленый вариант многим не нравится. Итак, с курицей у нас все проще. Я срезаю вот эти вот части, которые не очень хорошо держатся. и оставляю их для чего-нибудь там, для приготовить что-нибудь на вечер. Тележку срезаю лишнее, оставляю чисто, чтобы было одно мясо. Можно сделать на наружной шкурке несколько надрезиков, чтобы лучше пропитывалось и солью, и приправлю. И таким образом делаю все филешки туриные, оставляю их целыми. То есть не разрезаю на какие-то количество частей, потому что она при засолке потеряет большое количество влаги и соответственно уменьшится. У меня на этот раз где-то три с половиной килограмма зубушки и пять штучек пилешек куриных. И так, дальше выберем контейнеры, которые подходят нам по размеру. Насыпаем соль на дно контейнера, чтобы его покрыть. И выкладываем наши филешки таким образом, чтобы они были покрыты солью со всех сторон. Желательно давать им максимальное расстояние между друг другом, чтобы у них просолилось, чтобы они не прикасались и просолились хорошо. Многие люди используют разную специализированную соль, всякие там хитрые варианты и тому подобное. Я беру самую обыкновенную, самую дешевую в магазине соль, потому что уходит ее довольно много. И тратить большие деньги на разные соли я не вижу никакого смысла. Потому что я пробовал и так и так, а разницы я не увидел. Вот таким образом мы выкладываем наши филешки и засыпаем их солью так, чтобы они были покрыты полностью. И дальше я просто накрываю это крышкой и отправляю в холодильник. Дальше мы повторяем все то же самое с индюшкой. Контейнер подходит любой. Я взял пластмассовый. 20 литровый контейнер, потому что чаще всего я делаю больше мяса, мне удобно использовать его. И потом укладываем в контейнер таким образом, чтобы оно уже приняло форму того кусочка, который вы хотите видеть в конце. Потому что если вы сложите его как попало, оно при дегидрации примет ту форму, в которой оно лежало. И хорошенько засыпаем сверху солью, чтобы не было видно нашего мяса. Чтобы покрыть его полностью. Итак, я направляю его в холодильник и мы увидимся через 2-3 дня. Для вас вот час. Итак, индюшка у нас просолилась 3 дня. Она дала много жидкости. Это вся жидкость, которая из нее вышла. И стала такой жесткой. Вот такой. Наша задача сейчас смыть соль и положить в чистый контейнер. Наполнить его водой. Интересный факт, что при засолке можно придать тому же филе или индюшке или курице. Можно придать любую форму. Если вы хотите более круглую, более продолговатую. Если хотите более плоскую, можно завязать как-то нитками, скрутить как угодно и сделать какую форму вам надо. После засолки это уже будет сложнее, потому что она уже приняла свою форму и она достаточно твердая. Самое важное для того, чтобы не было вашего бастурма соленой, нужно ее вымачивать. Соответственно, если у вас небольшой контейнер, например, такой, в котором я солил курицу, то воду менять нужно часто. Потому что она быстро пробитывается солью. Если у вас небольшое количество мяса и большой контейнер, как этот, то воду менять нужно не чаще, чем раз в час. Потому что она не успевает. Первый раз, когда промыли, первый раз засолили полчаса. В дальнейшем раз в час. И потом я делаю сейчас на 6 вечера. Я промываю раз в час. Последний раз в 9 часов вечера. И потом заливаю полностью водой и оставляю на ночь. В принципе, даже не на ночь, а до следующего вечера. В холодном месте. Так как у нас сейчас на улице плюс 5, можно оставить на балконе. Если кто-то не любит вот такие белые шкурки, жилки, то вот в этой стадии, когда все засолено, они очень легко отрываются руками. Их становится лучше видно. Потому что мясо немножко изменило цвет. В общем, сейчас я заливаю эту водой. Через полчаса меняю. Потом еще раз заливаю. Оставляю на час. Через час меняю. И так пока не пойду спать. Сколько это раз. Зависит от того, сколько времени вы это делаете. И последний раз. Просто заливаю полностью. И оставляю на часов 20 или сколько получается, чтобы прийти за работу. И потом дальше уже покажу, что будет. И так, сутки наша бастурма вымачивалась в воде. Ну почти сутки, где-то около 20 часов. Если вам нравится более соленая, вы можете вымачивать меньше. То, что мне казалось съедобным, начинается от 3-4 часов вымачивания. Тогда вполне уже соли не слишком сильно много. Если меньше вымачивать или не менять воду, то получается очень соленая. Я даже не знаю, честно говоря, другое применение ей, кроме как под пиво. Но так как мы не хотим узкого использования бастурму. Чтобы ее можно было и с вином, и просто как закуску на стол. Поэтому мы вымачиваем больше, чтобы все это было не соленым. Поверхность на воду сняли, промокнули. Их можно выложить, дать ей обветриться. Я делаю это таким образом. Выкладываю на решеточку. И даю ей немножко обсохнуть естественным образом. Пока наша курица сохнет, беру мисочку. И делаю то, на что люди часто делают большой акцент в завяливании мяса. Но что на самом деле самым важным не является. Очень часто там по граммам вывешивают приправы. Прямо на весах. Что это очень важно. Обязательно 20 грамм, не дай бог 30. И тому подобное. Я считаю, что это ерунда. Потому что я целый год практиковал изготовление бастурмы. С разными приправами, разными вариантами. Поэтому я беру просто паприку копченую. Так как у меня мяса довольно много. Насыпаю на глаз ее так хорошо. Так, чтобы просто хватило для всего мяса. Так же беру сушеный чеснок. Можно в гранулах. В данном случае он такой крупный гранулированный. Можно совсем мелкий молотый. И тоже так его не жалею. Здесь у нас 100 грамм. Где-то пол пачки я высыпаю. Берем для пикантности немножко душистого перца молотого. И таким же образом если у нас тут 100 грамм. Я, может быть, высыплю чуть меньше чем 50. Даже, наверное, грамм 20. Ну, плюс-минус. Мне больше нравится так. Кому как каждому по-своему. Кому как каждому по-своему. Дальше это просто смешивается. И можно добавить, мне понравилось, добавить сушеного базилика. И обжаренного лука. Он продается тоже в магазинах приправ. Достаточно недорогой. Но имеет очень такой интересный аромат. Единственное, что его... Лучше он крупный. Лучше раскрошить. Иначе он не будет... Ну, он будет отваливаться и не будет пропитывать ничего. На этом, в принципе, вся наша секретная приправа готова. Можно добавлять, конечно, свежий чеснок. Но, так как я вялю в квартире, получается, что он слишком пахнет. Он пахнет на всю квартиру. И жить в этой квартире одновременно у меня одна комната. В ней же я вялю. И жить как бы не совсем комфортно. Все время он пахнет чесноком. Вот так вот приминаю в приправке это мясо. И оно берет ровно столько, сколько ему нужно. Не надо ничего лишнего. Обсыпать, пересыпать. Пытаться как-то вдавить куда-то что-то. Просто вот так вот делаем, чтобы она прилипла. И дальше мы повторяем все то же самое с нашей индюшкой. Можно по желанию добавить, если у вас есть какая-нибудь приправка, которая вам нравится. Например, мне нравится для индюшки приправа. Приправка вот такая. Она немножко дает такой кислинки. Я добавляю буквально пару щепоток для аромата. Дальнейшая манипуляция это просто привязать веревочку для того, чтобы можно было подвесить наше мясо. Тут вариантов есть несколько. Можно подвешивать мясо в марле, в разных других тряпочках и прочих предметах. Но я заметил такую вещь, что при высыхании, если сушить чуть дольше 3-4 дней, то марля прилипает к мясу. И потом, когда снимаешь ее, ну вытаскиваешь мясо из марли, на ней остаются такие волокна ткани, которые приходится ошкрябывать ножом или каким-то образом. И мне это не нравится. А так как я делаю свою бастурму в зимний период, то у меня нет проблемы с насекомыми. А в основном марля нужна для того, чтобы не обсыпалась приправа и не мешали насекомым. То есть насекомые не отложили яйца. А так как у меня зима, насекомых нет, а обсыпавшиеся приправы мне несложно каждый день пропылесосить, то я делаю просто вот таким образом. Завязываю веревочку на тонком кусочке мяса. Завязываю ее потуже, чтобы она держалась и не падала. и просто подвешиваю, выбирая нужную длину веревочку. Или, если правильно назвать ее, жгутом. И вот таким вот образом подвешиваю на леску для занавесок. Так как у меня там трос металлический, он выдерживает достаточно много. Жена не очень довольна, но результат как бы самый удобный. Я подвешиваю на батарее сразу рядом с балконной дверью, которая все время находится на вентиляции. Таким образом теплый воздух подается от батареи снизу и разбавляется свежим воздухом с улицы. Как бы на мой взгляд это самый идеальный вариант, для того чтобы мясо высохло достаточно быстро, но при этом не оставалось в затклом воздухе, который не сменивается. А так как у нас окно остается на вентиляцию даже зимой круглые сутки, все получается идеально. Итак, я дальше завяжу все и повешу. И дальше уже встретимся, посмотрим на результат. Итак, мы сняли через три дня часть нашей бастурмы. Как видите она высохла, приправа в принципе осталась на ней. И дальнейшее действие у нас главное в рецепте в принципе приготовления, чтобы она была однородной, нежной и без твердой корки. Это упаковка в вакуум. Такой предмет стоит порядка 15-20 евро на авиэкспрессе. То есть я не считаю, что это какая-то большая сумма для очень полезного предмета в хозяйстве. Там же можно ввести пакетики. И таким образом после снятия бастурмы я запечатываю ее минимум на неделю в вакуумный пакет. Таким образом она становится однородной. Нет того, что острая и твердая по краям и мягкая снаружи. Ой, наоборот внутри. А одинаковая. Здесь у меня есть кусочек с прошлого года. Это свинина. Она абсолютно мягенькая. Я ее открыл недавно. И она абсолютно мягенькая и очень вкусная. Поэтому я также хранил ее в этих вакуумных мешках. И хранение в принципе в этих мешках у них очень длинное. То есть год хранить вполне можно свободно в холодильнике. Таким образом я упаковал. Есть разные пакеты. Поменьше и побольше. Возможно этот поменьше бы подошел. Но ничего страшного. Я упаковываю в вакуум. Маркирую и складываю в холодильник. В принципе через недельку достану и буду пробовать первый результат. Для того чтобы вы понимали зачем я это делаю. Я отрежу у одного кусочка. Как вы видите. Как вы видите бастурма готова. Внутри она мягкая и нежная. Но снаружи она реально твердая. На вкус получилось отлично. Абсолютно не соленая. Чуть-чуть есть. Буквально вот чуть-чуть соленость присутствует. Но гораздо меньше чем в рецептах которые вымачивают по 3-4 часа. Поэтому очень хорошо. Но когда она полежит и равномерно распределится влага. Будет намного лучше. И так прошло около двух недель. И сегодня мы будем пробовать что у нас получилось. У нас получилось мясо вот такое которое сушилось 3 дня. И около двух недель. Полторы где-то если быть точным. Оно лежало в вакуумном пакете. Оно равномерное. Мягкое. То есть не слишком мягкое. А как должно быть вяленое мясо. Нету никакой корки. Я надел перчаточку. Потому что от приправок красятся руки. И мы посмотрим что из себя представляет наша бастурма. Внутри она вот такая. Абсолютно равномерная. Тоненько нарезаем. И вот она. Она у нас как практически прозрачная. То есть через нее можно что-то видеть. Она равномерная. Без корки. Мягкая. И. Будем надеяться. И да. Очень вкусно. Что примечательно. Что практически не соленое. В отличии от многих рецептов в интернете и на ютубе. где выдерживаю там 2-3 часа в воде. В моем случае нужно возможно немножко дольше посушить. Но она не соленая. И ее вполне можно употреблять не только в пиву. И откроем вариантик который сушился 7 дней. Он сразу видно потверже. То есть он реально. Уже реальная пастурма. Высушенная. Если она кому-то нравится потверже. То это прям ваш вариант. Внутри она гораздо темнее. Хотя в принципе если разрезать то нет. Такая же. По консистенции она больше рвется чем растягивается. И в принципе она суша. Но на вкус практически такая же. Ее можно нарезать. Вот так вот картофелечисткой. Что в принципе очень удобно. Для тех. Которого не получается тонко резать. Этот вариант. Получается очень тоненько. И в принципе для какой-то декорации. Не знаю. Тарелочки красиво можно сделать. Кучерявенько получается. Опять же она не соленая. На вкус очень похоже. И. Ну единственно что она реально суша. И при этом. При такой сушке. Теряется гораздо больше веса. Готового продукта. Если например. Три дня теряется около 25-30 процентов. Приблизительно. Я так сейчас не взвешивал в этот раз. Ну плюс-минус. То при 7 дней. Наверное на 10-15 процентов больше. И вот я для сравнения. Сегодня. Делал. Я снял. Кусочек. Говядины. Который я. Не. Клав. Вакуум. Только что буквально его снял. Делал по такому же принципу. Единственное. Солил его. В этом случае с говядины. Не три дня. А где-то сутки полтора. А все остальное точно так же. Вымашивал сутки. И вот вся разница. Если не ложить его в вакуум. Края. Края реально. Очень твердые. Ее можно проткнуть. Не знаю. Что угодно. Наверное. Руку порезать можно. А внутри. Она очень. Очень мягкая. Прямо видно. Что она. Снаружи. Вот. Твердая. Внутри. Прямо. Чуть ли не как. Сырое мясо. Практически. Вот. Вот. Такое. Твердая. Если положить его в вакуум. На. Недельку 2. Или. Замотать. Пленку. И. Какие то. другим образом, то, соответственно, получится равномерное. Говядинка получилась очень, вообще не соленая, вообще вот прям очень вкусная. За счет того, что это маленький кусочек, он, видимо, лучше промылся, и соли практически не осталось в нем, ну и он снаружи такой твердый, внутри очень нежный и очень вкусный. Вот за два раза, за два подхода, скажем так, я завялил около 17 килограмм мяса, из них там 7 где-то индюшки с курицей и 10 килограмм говядины. По часам у меня это заняло, наверное, я даже так не скажу, там, в принципе, тут 5 минут, там 5 минут, все очень быстренько. А по времени вот на данный момент две недели, завтра я буду снимать всю говядину и ложить в вакуумный пакет. И у меня будет, в принципе, на полгода минимум запасов мяса бастурмы на все праздники и прочие посиделки, выходные, просто когда захотелось. так что ничего сложного, пробуйте сами. Всегда можно что-то доработать, что не нравится делать самому, приправки, любые комбинации, которые вам нравятся. И, в принципе, с любым мясом я это делал, все по одному и тому же рецепту. Все очень классно, если нравится по суше, можете держать даже дольше, а если нравится по сыре, вот в данный момент это два дня говядина висела, она совсем как сарая внутри. И вот так, приятного аппетита, всего доброго!